Урал это не только кладовая минералов, но и настоящая кузница кадров. Действительно, инженерное мышление это, можно сказать, дар наших предков. Что делать, если в своем ребенке вы увидели интерес к робототехнике или машиностроению? Чтобы ответить на этот вопрос, давай прогуляемся в детский технопарк Кванториум в компании нашего корреспондента Дмитрия Солюкова. Сейчас я покажу вам, как сделать элементарный брелок. Сначала мы берем, находим картинку. Мне понравилась картинка этого котика. Для того, чтобы перенести этого котика на брелок, картинку нужно для начала обработать. С помощью специальной программы Михаил Шаронов выбирает изображение высокого качества и помещает его в круг, по которому лазерный гравер отрежет будущее изделие. Также нам нужно еще одно отверстие под зажим, так сказать, для ключей. Хорошо подходит отверстие радиусом 3 мм. Когда брелок готов к печати, к работе подключается станок с ЧПУ. Лазерный луч формирует рисунок по заданным параметрам и вырезает готовое изделие за считанные минуты. Михаил занимается направлением хай-тек в детском технопарке Кванториум уже два года. Рассказывает, здесь у него есть возможность узнать и понять, как создаются вещи, которые нас окружают. На современном оборудовании можно изготовить любую деталь или устройство, начиная от брелока, заканчивая электронным устройством. Юный инженер с гордостью показывает один из своих проектов. Это космический поднос для разогрева еды, частички которой, по задумке, не будут разлетаться в условиях невесомости. Здесь было установлено три вентилятора. Также здесь был разогревочный модуль. Здесь мы складировали еду, и она вот здесь вот разогревалась. Также частички пыли и крошек всасывались вот этими тремя вентиляторами. Если молодых людей в направлении хай-тек привлекают большие исследовательские проекты, девушки на практических занятиях любят создавать изделия, которые можно подарить родным и близким. К примеру, вот такую подставку для обеденного стола. Это салфетница, которую я сделала по макету. Нашла в интернете, перенесла программу, переделала чертеж под себя, какую я хотела. Потом перенесла на флешку и уже лазер вырезал мои чертежи. А это любимый воспитанниками детского технопарка 3D-принтер. В данный момент он печатает детали модели броненосца. На изготовление первой части, головы и одного из щитов, составляющих панцирь млекопитающего, ушло порядка 14 часов. Сейчас печатаются еще две, и потом будут печататься уже непосредственно хвост его и лапы. То есть это составная модель, потом ребята будут ее собирать. Наставник детского технопарка Данил Арапов рассказывает, для печати такой составной модели необходимо порядка 80 метров пластиковой нити. Принтер считывает маршрут построения, который создается в программе. С помощью устройства можно выполнить самые сложные задачи и изготовить трехмерные изделия любых размеров. Мы печатали каретку для канатной дороги. То есть достаточно серьезное такое устройство. Вот на раму этой каретки, на которую потом крепились электродвигатели и так далее. То есть это был такой прототип рабочий, который мы потом испытывали здесь у нас в стенах Танториума, в своих условиях. Но пытались собрать канатную дорогу. Ну и в принципе у нас это успешно получилось. Каждый проект, созданный в Первуральском технопарке, это не просто вещь. Это идея, рожденная и воплощенная с помощью современных технологий, которыми так мастерски управляют дети.